Здравствуйте, друзья! С вами канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. Сегодня я помогаю родителям, помогать своим ребятам справляться с упражнениями по постановке твердого или мягкого знака. Давайте сначала быстро разберемся, когда мы ставим твердый знак. Итак, основное правило гласит, что мы с вами ставим твердый знак между приставкой и корнем. Если приставка заканчивается на согласный, а корень начинается с букв Е, Ё, Ю, Я. Упор сейчас у нас идет на твердый знак, чтобы вы, дорогие мои родители, вспомнили или, может быть, поняли, как он ставится. Итак, твердый знак ставится только после приставок. Но бывают случаи, которые сейчас обязательно у нас появятся, когда нам будет казаться, что это приставка, по новым правилам современного русского языка, это никакая не приставка. Что мы будем делать тогда? Тогда мы будем произносить слово, и если согласный звук звучит твердо, мы будем ставить твердый знак. Еще одна подсказка. Если вы возьмете слово и мысленно поделите его пополам, по длине, то твердый знак всегда будет цяготеть к использованию в первой части, а не во второй. Давайте пробовать. Безделье. Вот сразу сработал последний принцип. Смотрите, я разделила мысленное слово пополам, и, конечно, во второй части слова не поставится никогда твердый знак. Конечно, мягкий. Проверим, как звучит. Безделое или ле-е. Мягко звучит ле, поэтому ставим смело мягкий знак. Сразу спорное слово. Посмотрите, слово съемка. Съемка. Объем. Подъем. Получается, что ем – это корень? Нет, сейчас по современным правилам так не получается. Съемка – это основа слова, а это окончание. А съем – это корень целиком. Давайте послушаем тогда, как звучит, если мы не уверены, что с – это приставка. Съемка или сеемка? Съемка. Кто-нибудь говорит? Нет, никто не говорит. Значит, мы точно уверены, что с – звучит твердо, следовательно, ставим твердый знак. Едем дальше. Гроздья. Помните принцип пополам? Даже думать не буду, мягкий знак поставлю. Бурьян. Давайте убедимся, что бурьян – это никакая не приставка, здесь нет приставок. Я не представляю, как сюда приставку прилепить. По бурьян, при бурьян, на бурьян – нет такого. Следовательно, слово целиком является корнем, а в корне мы, конечно, поставим мягкий знак. Копье. То же самое. Я не вижу, чтобы здесь была вообще приставка. Следовательно, и еще и пополам поделила слово, поставлю мягкий знак. Измерять. З – из. Из – типичная приставка. Потому что можно еще примерять, обмерять и замерять. Но давайте вспомним, когда ставится твердый знак. Он ставится, когда корень начинается с букв Е, Ё, Ю или Я. А здесь корень начинается с буквы М. Следовательно, мы здесь вообще ничего не поставим. З – звучит твердо из. Мерять начинается с М. Следовательно, здесь ничего нет. Дальше. Обезьяны. Конечно, в слове обезьяна, обезьяна – это корень А, окончание. А в корне мы, конечно, будем ставить мягкий знак. Проверим, как звучит. Обезьяна или обезьяна. З – то есть мягко. Следовательно, ставим мягкий знак. Дальше. Объяснил. Попробуем. Чувствуется, что приставка, да? Проверим. Объяснил. Пояснил. Выяснил. Да, это типичная приставка. И по современным правилам нам можно считать, что это приставка. А корень начинается с буквы Я. Следовательно, по первому правилу ставим твердый знак и не думаем. Вьюн. Вьюн – ципичный корень. Это растение такое. А в корнях мы, конечно, ставим мягкий знак. Тучка. ЧК, ЧН. Пишется без мягкого знака. Следовательно, мы здесь ничего не поставим. Ателье. Помните, мысленно делим слово пополам. Конечно, мягкий знак, тем более, что это целиком корень, тем более, заимствованный. Взъерошенный. Если поделить слово, то здесь, скорее всего, будет твердый знак. Хоть я и не могу подобрать однокоренного слова, но я точно знаю, что есть выражение «ерошить волосы». А если глагол «ерошить» существует без «вз», следовательно, «вз» – приставка. Так тоже можно. Тогда здесь типичный твердый знак. Печенье пополам. Мягкий знак. ЗАЛЬЁТ. ЗА. Приставка. Давайте проверим приставка ли. Подберем однокоренные слова. ЗАЛЬЁТ, ПЕРЕЛЬЁТ, ВЫЛЬЁТ. Получается, что у нас мягкий знак в корне. Муравьи. В конце слова, конечно, мягкий знак, никаких твердых. ШИЁТ. ШИТЬ, ПРИШИТЬ, ПЕРЕШИТЬ, ДОШИТЬ, ПОДШИТЬ. Следовательно, здесь мягкий знак в корне. БЕЗВОДНЫЙ. Нет здесь никаких знаков, потому что корень начинается на согласную, а не на вот эти вот гласные. И нет тут никакого знака. СИРЕНЬЮ. Мягкий знак в конце. Разделительный мягкий знак в конце. ПРУЦЬЯ. Тоже самое. Разделительный мягкий знак в конце. Въезд. А тут Е. Следовательно, мы ставим твердый знак. Давайте на всякий случай проверим, как звучит. Въезд или Въезд. В звучит твердо, следовательно, точно твердый знак. РОЖЬЮ. РОЖЬЮ – мягкий знак. КЛОЧЬЯ. То же самое, никаких приставок, мягкий знак. Объединение. Посмотрим, ОБ – это приставка или нет, или часть корня. Объединение. Соединение. ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Следовательно, ОБ – точно приставка. А если ОБ – приставка, а корень начинается с Е, мы обязаны ставить твердый знак. Проверим, как звучит. ОБЕДИНЕНИЕ или ОБЕДИНЕНИЕ мы говорим. Мы говорим ОБЕДИНЕНИЕ, Б твердое. Бьет. Тот самый случай, когда слишком мало букв, чтобы делись пополам. Но мы уверены, что это корень. А в корне всегда ставится мягкий знак. Следовательно, здесь мягкий знак. Проверим, нет ли здесь случайно приставки. Формируем однокоренные слова. ВЫБЬЕТ, ПОБЬЁТ, ЗАБЬЁТ, ДАЖЕ УБЬЁТ. Следовательно, Бьет. Конечно, это часть корня. А в корне ставим мягкий знак. ПОДЕХАЛ, 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 ВЫЕХАЛ, СЕХАЛ, УЕХАЛ. Точно, ПОД приставка, мы уверены. А корень начинается с Е. СМЕЛО ставим твердый знак. ЛИСТЬЯМИ. ЛИСТЬЯМИ. НИКАКАЯ тут никаких приставок нет. Поэтому, конечно, в корне ставим мягкий знак. МАРИЯ. Тоже нет приставок, ставлю мягкий. СЕЗД, ВЫЕЗД, ОБЪЕЗД, ПОДЪЕЗД. Следовательно, ставлю твердый знак, потому что С – приставка, а корень начинается с буквы Е. РУЖЬЁ. НЕ ЗАСЬ никаких приставок, следовательно, ставлю мягкий знак. УЛЬЯНА. ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. НИКАКИХ приставок нет, это корень. Ставлю мягкий знак. НОЧКА. ЧК, ЧН пишутся без мягкого знака, никаких знаков. ВОРОНИИ. Видите, опять срабатывает пополам делим, в конце ставим мягкий знак. СТАЛЬЮ. Пополам делим, в конце ставим мягкий знак. ПЬЕСА. Не срабатывает пополам делить. Иначе тогда твердый пришлось бы ставить. Но дело в том, что пьЕСА – это почти целиком корень, за исключением буковки А, это окончание. Следовательно, в корне мы ставим мягкий знак. И как всегда приставить какую-нибудь приставку, даже не представляю. ЮРИЕВИЧ. ЮРИЕВИЧ – имя собственное, и нет здесь никаких приставок. Мягкий знак. А так как это отчество, в отчествах мы никогда не ставим мягкий знак, потому что это отчество, к тому же, еще и мужского рода. НЕНАСТЬЕ. После ТЭП оставим мягкий знак, по принципу, подзавили слово пополам, РАЗЯРЕННЫЙ. РАЗЯРЕННЫЙ. Трудно подобрать однокоренное слово. РАЗЯРЕННЫЙ, УЯРЕННЫЙ. Тогда будем смотреть, как оно звучит. РАЗЯРЕННЫЙ или РАЗЯРЕННЫЙ. ЗАЗВУЧИТ ТВЁРДО. Следовательно, точно будем ставить твердый знак. С другой стороны, мы могли бы сказать слово ЯРИТЬСА. ЯРИТЬСА – это СЕРДИТЬСА. Следовательно, мы можем найти слово, когда приставки нет, то есть ЯРОСТЬ или ЯРИТЬСА, тогда РАЗ – это точно приставка. РАЗДЕЛЬНЫЙ. Ничего такого нет, потому что приставка заканчивается на согласный, а корень начинается на согласный. Нет здесь никакого знака. Друзья, какой вывод? Хорошо бы знать правило, что если приставка заканчивается на согласный, а корень начинается с гласных Е, Ё, Ю, Я, то мы будем ставить твердый знак. Но, как вы увидели, не всегда понятна приставка – это или часть корня, как в слове «съемка», когда целиком съем – это и есть корень. Такое бывает очень редко, но лучше это запомнить. Тогда нам помогают принципы произносить слово «твердо звучит» или «мягко». Если твердо звучит, ставим твердый знак. Если мягко звучит, ставим мягкий знак. И нам помогает зрительное деление слова пополам. Очень часто бывает, что в первой части мы ставим твердый знак, а во второй части мы ставим мягкий знак. А с вами был канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. Дорогие родители, если информация пригодилась, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и приходите на программу в ВК и на мой сайт «Простоучилка». Продолжение следует...